что такое осень так юрий не до вас сейчас подождите осень это опавшие листья осень это клетчатый плед естественно друзья осень это чашечка горячего горячего чая ну и конечно же осень это дожди а где дожди там грибы всем привет друзья в эфире кулинарное шоу дело вкуса сегодня в нашем меню грибы то есть будет проходить такая вот битва у нас друзья на грибах и так и под ваши бурный аплодисменты встречайте в красном углу ринга наталья наумова и подосиновики синем углу ринга светлана солянкина шампиньоны и вишенки грибное меню сегодня окажется в руках у наших экспертов оценивать блюда будут журналист канала тсв всеядные евгений масленников второе блюдо и супер мама олеся новикова если одессе позовет вас есть грибы которые нас собрала какое блюдо победит сегодня кто взойдет на кулинарный олимп узнаем совсем скоро друзья это бои на грибах не переключайтесь примета номер один хотите набрать грибов возьмите собой томик грибоедова наступила осень а это пора тихой охоты и мы решили присоединиться и принять активное участие в этом увлекательном действии и еще как выпрыгнет если вы новичок в грибном деле возьмите с собой опытного грибника чтобы не было проблем потом давай поменяемся примета номер два видите осину полетел с нее пух пора собирать подосиновики вот они родимые за грибами я ходила конечно же не одна со своим мужем опытным грибником приметы сработали а я тоже специалист по грибам магазинам проторенной тропинкой супермаркета я пришла к вешенкам да да ну потому что в лесных я не разбираюсь хочу приготовить блины фаршированные грибами для классического рецепта блинов мне нужны мука яйца молоко и сахар блины меня научила печь мама на это делала супер а в начинку добавлю немножко курочки будет вкусно а для соуса мне нужны маленькие маринованные огурчики вот эти в общем рецепт не хитрый а блюдо будет вкусно не перестаю удивляться нашим кулинарам какие все таки девочки молодцы они и в лес ходили и супермаркет посетили и все ради грибов то есть по грибой ходили свет привет здравствуй света солянкина у нас будет сегодня первые готовить все ей будут помогать как я вижу шампиньончики вешенки и отварная либо обжаренная грудка отварная отварная да что тут похоже на жульен а там я не знаю нет не жульен я сегодня приготовлю фаршированные блины основным ингредиентом будут грибы хватит 60 минут да 60 минут ровно 60 минут на приготовление время пошло на приготовление значит фаршированных грибов фаршированных плевнов так готовь давай и рассказывай мне что то такого есть прям экстраординарного что за фишечка блюдо включая поверь уже 15 секунд ты включаешь вот не справляюсь с техникой пошло время начну с того что порежу грибочки посмотри почему решила делать разные вкуснее будет вот как рыбные котлеты делаю делают смесь то чтобы не из одной рыбки так и я все-таки у меня не лесные грибы поэтому я решила делать микс сама по грибы любишь ходить о эльдар веришь никогда в жизни не ходила в лес по грибам боишься боюсь отравиться свет смотри я на кухне я тебе не мешаю часик я думаю минуту я здесь если что обращать так хорошо спасибо эльдар шампиньончики я выбрала самые мелкие потому что я не буду их измельчать так как вершинки а просто вот так сделаю на две части и все грибы я дорезала а теперь займусь начинкой курочка обязательно добавляется фаршированные блинчики с грибами для вкуса для смака и лучок тоже буду измельчать блендере свет какого ингредиента мы были здесь спокойно могли обойти тот случай когда все нужно самое интересное тебя ждет впереди ну да сюрпризы сюрприз но и непосредственно сами блины классические рецепты моя мама так хорошо пекла блины а я долго не умела и вот однажды думаю дай маме сюрприз устроен между делом 350 миллилитров молока сюда же думаю сейчас мама придется работая ей блины и спеку не дозировки ничего не знала конечно ничего не получилось все приготовила и тут заходит мама горит доченька да я ну вот она меня научила именно тогда и так сюда же вот чуть-чуть соли обязательно соли сахар должны встречаться в любом рецепте и вот так сахара и вот только теперь мы вводим муку тесто на блины должно получиться не густым и не жидким вот как как сметана десятипроцентная вот такая консистенция чтобы получились тонкие блины нужна хорошая сковорода или просто хорошие умелые руки я думаю и то и другое а тонкие блины как раз в этом рецепте мне не очень подходят начинка может их порвать поэтому нужно средний ну и не плотненький и не тоненький вот смотри видишь как красиво опа я бы хотел приложить и что-нибудь руку наверное но давай объясняют они опыты берем сковороду наливаем давайте масличком смажу еще вот так кто-то всегда должен быть подсобник у тебя немного не полную чашу не полную да чашу молодец смотри вот делаем вот так быстрее не бойся и распределяй смелее 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 и сразу на сковородочку ставь идеально ребят почему смелее потому что она прихватится и у вас не получится вы блин я так думаю да и теперь ждешь пауза к этому музыкально может быть поинтересоваться вот о чем целый день надо с этими блинами мучиться ухты масленица в октябре и перебрасывай масса что ты делаешь поставь обратно же попробуй перебросить так что у нас тут с начинкой дай-ка я попробую это дело мне не хватает соли но я думаю что сыр все компенсирует блины из пекла начинка готова соус важная вещь займемся прямо в йогурт лук зеленый нужно притомить секунды 3 микроволновки тогда он завяжется видите какой он сразу стал как ниточки то что нам надо фаршируем блинчики у нас без комов блинчики научился печь самое время мне кажется попробовать я контролировал твой соус мне напомнил он соус тартар это тартар это как быть и это импровизация не мог понять так вот это блины это хинкали мешочек счастья мешочек счастья как красиво мешочек сюрпризом допустим шарик сюрпризом волшебный сундучок все теперь соусом как как а вот если бы тебе так подали в ресторане вот как бы ты соображал но если бы они вот приборы принесли тогда вопрос что типа как будто на приборы у тебя есть да но давайте ладно важно вот так давай давай интересно же как ты это будет делать мужчина пробует всем в сторону ой слушай соус классный я тебе говорю так меня всегда спрашивают когда идешь на работу и кушаешь я не кушаю зачем перебивать себе аппетит круто нет и правда очень важно но я что добавил бы что сюда немного лимончика и немножечко чесночка и тогда это было бы то есть что-то такое вот все это хорошо спасибо время 39 32 на вид как хинкали внутри сюрпризом на вкус мне нравится чем сегодня удивить наталья наумова все-таки ходила в лес по грибы и узнаем прямо сейчас ну что ж дорогие друзья наш грибной баттл продолжается прямо из леса без медведей но хорошо что с грибами к нам пришла наталья наумова наташ привет привет слушай свете сегодня помогали шампиньоны и вешенки тебе помогают какие-то искусственные грибы нет это именно настоящие лесные я называю дикие потому что шампиньоны это домашние это дикие но мы их усмирили это подосины а как ты определила что это подосины они росли под осиной все очень просто если под ореховый да смотри я сегодня предоставляю вам ну так как это грибы я решил предоставить вам целых 60 минут времени целый час света уложилась на нашу 39 32 у него было чуть больше 39 минут поэтому если ты приготовишь это блюдо быстрее то у тебя есть прекрасная возможность что сделать заработать бонусный балл поэтому вот время пошло с грибами мы тоже уже определились давать попадать и накладного же таки вот простым способом что у нас получится у нас получится друзья мои жульен потому что жульен мной любимый и я надеюсь вами тоже но жульен у меня будет с особенной подачей стоит и японцев завершена кухню тот и французов да да теперь вот просто смекалку смекалка да я хочу вот что рассказать здесь самое главное это у нас сегодняшний герой это гриб гриб он еще почему-то просто до понюхай так вот я хочу рассказать нашим телезрителям друзья мои что нужно знать для того чтобы понять гриб можно использовать в еду или нет посмотрите при срезе вот на этой вот ножки не должно быть вот таких черных точек если там точки то значит уже кто-то в нем поселился на эти гости не нужны это что касается подосиновика или вообще все грибов щель всех грибов мыть грибы как только мы вымоем грибы они же очень пористые мы потеряем вот этот вот запах первозданный аромат хорошо я на кухню наташите я здесь я решила покорить жюри таким необычно нежным вкусом поэтому я решила использовать только шляпки в этом блюде а ножки то куда ножки я отложу в сторону и потом приготовлю может быть 1 они чем-то отличаются да конечно же у лесных грибов ножки гораздо плотнее по своей текстуре и они немножечко грубее в блюде будут ну на на супчик они хотя бы пойдут идеально это просто вкуснятина как сказал бы наташ гриб который хотел бы попасть в блюдо я снимаю шляп вот сколько замечательных шампиньонов у нас и вешанок было у свет и и только два грибочка и вон тебе сколько уже полная миска но не говори до объем какой сразу в чем дело у грибов то какая ситуация как только начинаешь их обжаривать они почему-то сразу становится в два раза их меньше потому что пористые они очень мясо спасет скажем а в этих грибах не надо я знаю нужен усилитель вкуса я выбираю для этого блюда именно сыр твердых сортов потому что ну это так всегда но такое знаете более глубокий вкус скажем красота немного сырка нет самый раз ну что осталось вот нет именно покрошить чесночок очень быстро сегодня на ошибках это было похвала или наоборот надо уметь надо уметь как ильдар это делать да то есть вроде и похвалил ну там и пряник ну там и пряник ну что побежали на кухню я так решила две руки две сковороды идеально начинаем как всегда что с чесночка и туда же отправляем курочку не могу сказать что курица с чесноком впервые познакомились поэтому они давно друзья оставляем их сюда я отправляю грибы советую солить грибы всегда практически в самом конце потому что все-таки соль она помогает еще испариться оставшиеся жидкости из грибов она нам уже ну как бы в конце не страшно осталось дело за малым теперь приготовить соус люблю простые рецепты которые ну вкусные и в то же время все просто немного сыра оставляю он нам пригодится потом и сметану так как бы все такое это соус будет это соус ну я обычно тебе помогаю почему-то нашему жюри это не нравится для предложения в этот соус добавить немного нет нет ну нет в рецепте хорошо а можно я тебе а можно я тебе хорошо я тебе тоже подготовил а а вот это стрелять и я тебе просто я так можно я расскажу нашим телезрителям я обещала что будет жульен сюрпризом так вот друзья мои сюрприз таки состоялся но сюрприз для меня лично потому что эльдар продемонстрирует эту в общем когда наташа принесла вот эти вот замечательные булочки они были упакованы они были упакованы да и когда она их распаковала и интересуются как вот правильно сделать игру наверно смотри ты вот надрежь вот тут вот сверху и получится такой вот как горшочек мы потом его приподнимем там мякушку всю выберем и вот твой этот вот жульенчик туда зальем но мы ж не ожидали что за нас переживают вот вот такой вот понимаете поэтому как говорит наташа эльдар предложила я решила она склеить все это дело а склеим мы это все конечно же сыром и маловато ли начинки мне хочется еще три нет я про ты добавляла получается что там был мы на сметанку смета вот сметанки бы еще нет на самом деле смотри сметанка она такая как связующие поэтому я думаю что все таки всего таки это можно было бы уже так есть но 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 вопросы могут потом у вас мы все-таки 10 метров нет на самом деле ты абсолютно прав это можно уже и так есть потому что все продукты мы же их уже обжарили смотреть теперь давай мы все-таки расскажем нашим телезрителям как все таки да это мы должны сделать мы срезаем не сверху это понятно и продолжаем вот это вот все ножом выковыривать но у нас вот такая ситуация что я вообще могу просто все вот так вот здесь делать и вот так срезы выкладываем вот так вот стройматериал ну вот вот монтажный пиво еще связующие микроволок а мне кажется не так но можно как строителям уж мужик все-таки на кухне должен вот этот вот этот вот новый вершок и оставляю вот здесь и вот сделай да а потом мы просто поставим и склеим ну что ты ножи на точи понимаешь это вот горшочек склеить я здесь есть главная скорость момента что делаем дальше и вот таким образом душой с душой наполняю наши булочки это горшочки спешу заметь булочки не были когда ты купил и я надеюсь что нашим жюри и тему тоже это блюдо понравится то есть принципе на самом-то деле ты его уже сделала для подачи то есть тут ничего даже придумывать надо листья салата поставила да и вот так вот ахо старте как говорила вот и вот таким образом на 10 минут мы сейчас отправим это все в разогретую до 190 градусов духовочку на 10 минут это мы отправляем и наслаждаемся самое волнительное каждый раз каждой программе это подача потому что ты стараешься думаешь как же там получилось пересолено недосолено к новой я для чего тебе здесь вообще просто подача это тоже от как одного из критериев оценки поэтому как бы это не волнительно решила сегодня сделать такую подачу ну наверное тоже оригинально съезжую потому что все будет на доске как много булочек раз было да вот это моё ну вот если так посмотреть да как будто вот что-то из фастфудных историй ну как гамбургер на самом деле у меня сегодня проблема и дилемма на самом деле как это все есть поняла вот у свет и тоже были фаршированные блины я вот не знал с какой стороны к ним было посмотрим ладно руку я пока буду формировать блюда для наших экспертов булочка как она неплохо особенно понравился хлеб помидорчик попробуй кстати из моего огорода круто очень круто тебе нравится но главное теперь чтобы еще экспертам понравилось сложно вот и не поешь в этот раз нет слов в этой песне друзья напоминаю что сегодня у нас главный герой программы был гриб грибы светлана солянкина готовила фаршированные грибы блин фаршированный там гриб внутри был наташа решила как говорится на фаршировать булочку но у нее был жульен все очень вкусно действительно получилось какое блюдо выиграет мы еще не знаем потому что сейчас ноташа все сделать здесь сервирует все эти дела а я отправлюсь к жюри но я заберу это конечно ты работай работа тут кто не работает тот ест это все старое олеся белорусском полесье не может не любить грибы люблю я грибы но вижу в соусе здесь есть какие-то огурчики зеленые мы пока с тобой еще не начали есть мы можем уже оценить подачу подачи симпатичные почему два где третий мешочек нас двое два мешка все хорошо есть куда макать красиво развернуть красиво смотри глаза и рот глаза и рот обратите внимание еда нам улыбается улыбнемся ей ну давай я развязываю ты красиво режь ниточка у нас съедобная а почему у меня из лука а у тебя сыра и звука хорошо внутри потянулся сырок это тоже классно и жили я в разрезе вижу тут грибки всякие макрошные а я разверну что еще и курочка но я честно да если на курочка не доложили соус похож на тартар солененький не вкусно вот блинчик идеальный соусе мне чуть-чуть многовато соли но я так понимаю он должен быть таким раз там соленый огуречек то по-другому вышел человечек да 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 то есть так и должно быть здесь виден лук и он чувствуется это потому что ты раскрыл он чувствуется на вкус если кто-то не любит лук а я знаю таких людей они бы скольки фу я это есть не буду я бы наверное вот несколько этих красивых грибочков где-то вот еще положила так такую презентацию что было красиво необычные же они такие как сюда не вот такие вот маленькие аккуратненькие на ножки с красивой шляпкой в общем не вкусно мне нравится и подача и тонкий блин пока свежевкусовые ощущения мы можем говорить о вкусе но давали сюда мы вперед я ставлю девятку девятку вот мне чуть-чуть солоноватый блинчик идеальный просто это это лично мой вкус мне слоноват соус но я уверена что найдутся люди которым это как раз понравится я скажу так блинчик слишком объемен здесь и он мне немножко заглушил вкус грибов и на вкус начинки и хотел меньше на больше грибов да возможно больше начинки нужно сюда возможно даже без блина она была бы еще вкуснее короче дайте же не просто мясо соус хороший нужны его все эти блины и что-то я восьмерку поставлю хорошо так подача ну мне нравится как мы вначале сказали позитивная подача соус улыбается блинчики глядят на нас с радостью пятерик можно смело ставить не жадничай став пятерик за подачу очень важный момент сначала зашел запах еды потом появилась сама еда это уже плюсик мне подсказывает что там грибы да потому что тема грибная нас уже предупредили это такой хлебный мешочек это покупная был это просто сказка что это вешал это не шампиньоны сто процентов у этих грибов самый грибной вкус какой ну по сравнению с тем блюдом здесь именно грибы грибы нету насыщенным показался и сырочек очень здорово с этими грибами сочетается и булка темная можно себя успокаивать что она диетическая этот человек заслужил добавку и что мне теперь делать я уже высокие баллы поставил будем лепить 11 и 12 лисички белые рыжики подберезовики маслята как называются вот эти новые грибы которые появились нет по подосиновики подосиновики в принципе все мне нормально было и по соли и по степени прожаренности и начинка была сочная и булочка достаточно хрустящим придраться так особенно не напрашивается какой балл десяточка просится прям вот так я буду с тобой полностью солидарен в этом подачу да мы и обсудили она очень крутая она проста да но она вот подкупает своей простотой своей такой домашней обстановкой дощечка не тарелка помидорчик с огурчиком яркое пятно лучок для тех кто любит какую-то вот такую остринку любишь зелень вот тебе зелень не любишь зелень просто воспринимаю как украшение то есть на любой вкус и цвет ставим пятерик ставим шестерик дополнительный балл лично я поставлю то что это грибы лесные человек собирал сам это очень круто и проверенная информация прошло уже минут пять и с нами все хорошо не бойтесь первыми попробовала грибы я значит человек разбирается в грибах я дополнительный балл поставлю повару за то что он подумал о том что мы с тобой же не можем любить и черный хлеб и белый хлеб и предложил нам разные варианты ну и мы не будем жадничать единичку такие друзья грибы съеденные оценки поставлены самое время подвести итоги напоминаю что сегодня готовили наши кулинары два блюда два замечательных блюда 1 готовила светлана солянкина она приготовила блины и фаршированные грибами и значит жюри жюри ей поставила сегодня 27 баллов взрывается просто овации аплодисменты краса очень вкусно было мне мне понравилось и очень оригинальная была вот подача вот в виде такого как будто блинного хинкали второе нас готовила наталья на умола она сегодня можно сказать фаршировала булочку на самом деле это был жульен не все гладко складывалось конечно же с булочками мы все прекрасно видели были проблемы но что ж решила наше жюри жюри поставила и 30 4 балла друзья 34 балла аплодисменты итоговый счет 34 27 сегодня побеждает у нас наталья на умола и и жульен аплодисменты еще раз света солянка на ни в коем случае не расстраивается но и конечно же хочется отметить то что вы дорогие телезрители становитесь тоже победительными сегодняшнего кулинарного шоу потому что в вашем арсенале появилось два новых блюда из грибов и надеюсь что на этой неделе они появятся на вашем столе меня зовут ультар это были бои без правил ну или скорее всего бои по моим правилам встретимся на следующей неделе пока девочки там подавали на стол там подвернул съемочка одна прихожу еды не блины фаршированные грибами чтобы приготовить начинку измельчите грибы отварное куриное мясо и лук на растительном масле обжарьте по очереди лук и грибы добавьте мускатный орех посолите и поперчите смешайте с куриным мясом испеките блины по классическому рецепту затем фаршируйте центр блина выложите начинку сверху тертый сыр соберите блин в виде мешочка завяжите его зеленым луком и полоской копченого сыра подавайте с соусом из натурального йогурта с маринованными огурчиками добавьте чесночок жульен в булочки нарежьте грибы куриное филе нарежьте небольшими кубиками натрите сыр нарубите чеснок обжарьте мясо с чесноком на оливковом масле следом обжарьте на оливковом масле грибы посолите и приправьте соедините сметану с сыром соедините грибочки мясо с соусом Срежьте с булочки верхушку Удалите немного мякоти Положите начинку в булочку Присыпьте изделие тертым сыром Отправьте булочки в духовку на 10 минут Приятного аппетита! Редактор субтитров А.Семкин